Мой дружок пирожок, помимо GTA Online есть еще и другие игры, в которые я когда-то играл, в которые ты когда-то играл, а еще будут игры в которые мы поиграем. Что можно сделать с такой хорошей игрой как GTA If? Можно забуденить серию прохождения, нет не просто прохождения, а именно такого прохождения, каким оно по сути и должно быть. Так что представляю вам первый выпуск трешового и низкокачественного прохождения GTA If. Я познакомлю вас с главными героями и скажу кто есть мразь, а кто гнида. Погнали. Эй, жена, я голоден. Хватит смотреть свои фильмы. Хули ты тут делаешь? Я хочу жареной картошечки. Сейчас ее жарят, она не выйдет, забей, в маке поешь. Твою жену даже я жарю. Так что тебе лучше без нее. О, да, это Питер, детка. Бывал тут. Не был. Тут охуительно как в твоей женке. И я спрашиваю ее, кто твой муж. И что ты будешь тут делать, Сифилису? Передавать его другим женам таких неудачников, как ты. Говорят тут трахнуть чью-то женку проще всего. Все они недотраханные. Зато на кухне есть всегда жареная картошечка. Прям как у меня дома. Да? Да, она всегда такая румяная. Ух сука, с кипчуком самое то. Правда женка никогда не хочет секса. Говорит что устала. А еще она любит запираться в спальне и смотреть 50 оттенков черного. А после звонит подруге. Она приходит к ней туда, а уходит почему-то с каким-то мужиком. А после этого у нас всегда стирка. Каждый день она меняет это чертово-постельное белье. Я как-то заглянул в стиралку, а там все измазано клеем ПВА. А, нет это не клей. Просто ее каждый день трахают разные мужики. Тут текст субтитра сошелся. Ре-пе-а-ив. Я ебал твою жену. О-о-о, колхозник. Сколько лет, сколько зим. Добро пожаловать в Рашку. Баривдзи, ебунячий жердяй. Шубля. Рад тебя видеть, жирный ублюдок. Хоть кто-то мне хату подгонит. Кунем кулявет. Ладно, ладно. Хули ты вообще сюда приехал? Ебаный колхозник. Такого говна как ты тут валом. Даже не думай что у тебя что-то получится. Ладно. Может из тебя что-то и выйдет. Поехали на съемную хату. Буду делать из тебя человека. Заходи, заходи. Теперь ты будешь тут жить. О, блять. Ебаная Икея. Ну чё? 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 Ничего ебать, что это за сарай? Чё ты пизданул? Где блять мой джакузи? Где барная стойка? Какого хуя тут воняет? Ты хочешь чтобы я тут жил? Не ной сука. Ты вообще охуел. Эта квартира меньше чем кладовка. Я думал ты любишь своего брата и сделаешь всё, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мне нужна нормальная квартира, с нормальным видом, и тачка чтобы была, и чтобы ты не ебал мне мозг. А что ты мне предложил, а? Сука. Тут же насрано даже. Кто это будет убирать? Да-да-да, сейчас почешу жопу и поедем в нормальную хату. Пошёл ты нахуй нищеброд. Да пусть я нищеброд, а ты колхозник и к тому же бомж. Да, 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 мразь. Послушай, я скажу как есть, а тебе жить с этим. Ты безграмотный уебан, который приехал сюда на всё готовое, я тебя мразь лицемерную приютил, выделил тебе квартиру в Бруклине, а ты ещё выебываешься. Да ты просто плаксивая мразь, которая жизни не видела. Какой жизни? Тебе подавай всё и сразу. Въебало тебе надо было вбить, когда первый раз заикнулся про джакузи, а второй раз въебало бить, когда женился на своей проститутке, которая тебе изменила в первую брачную ночь. Нет, она мне не изменяла. Мы отлично провели брачную ночь. Кого тогда я ебал в ту самую ночь? Я её так оттрахал, что она дойти до спальни к тебе не смогла. Заткнись. Нет, этого не может быть. Она тогда пришла ко мне, вся такая красивая. Мы долго танцевали до этого, поэтому её волосы были немного опомяты. Мы легли и она сразу же заснула. Конечно я хотел её тогда, судя по её пилотке было понятно, что она хотела этого, очень хотела. Это был мой первый секс. Она правда храпела, но я всё так и сделал это со своей женой впервые. Это было просто прекрасно. Жаль, что она не захотела быть со мной. Ты что заснул, прям как моя жена? Я тебе тут душу изливаю. Ой блять, что-то ты меня конкретно заебал. Тьфу, блять, воняет как из пилотки твоей бывшей. Ладно, я больше не могу тут находиться. Скажи спасибо, что у тебя теперь есть крыша над головой и я это сделал. Я работаю в таксопарке. Так что если поймёшь, что хочешь есть, а денег нет, то приходи. Я дам тебе работу. Может тогда наконец-то сможешь стать человеком. У тебя же есть права. Да? Вот отлично. Короче заходи, будешь ждать. И не держи меня. Всё мне звонят, надо бежать. Блять, 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 блять. О, здравствуйте мистер Тинькофф. Нет, сейчас денег нет. Скоро будут. Да сейчас я плачу. Да деньги есть. Не надо. Я плачу долг. Всего хорошего. Вот и первый эпизод подошёл к концу. Если вас заинтересовала альтернативная серия GTA IF, то жду от вас комментов под этим видосом. Ну а на этом всё. Не смею вас больше задерживать. Всем ББ, всем ГГ.